Весомая причина для того, чтобы предпочесть упакованный B-класс базовому C-классу. В чем она состоит? В том, чтобы, покупая базовый C-класс или BSUV, кроссовер B-класса в базовой комплектации, вы получаете одновременно и базовый двигатель. Как правило, это разные атмосферники объемом 1,6. Если до B-класса, который весит 1150-1200 кг, этот двигатель достаточен. Но для C-класса или для паркетника B-класса такой двигатель уже маловато. Дело не в том, чтобы куда-то гонять. Гонять не получится. Повсюду камеры, лежачие полицейские, да и поток медленно едет. Дело в другом, а именно в эластичности. А также в характеристиках современных двигателей. Если вы берете машину с автоматом, у вас автомат будет постоянно держать низкие обороты. В то время как крутящий момент для современных атмосферников, как правило, находится в районе 4000, а иногда повыше. Для корейского двигателя G4FC 1,6, который стоит на базовых креетах, на Рио, на Солярисах. Там крутящий момент находится почти на 5000, 4850. То, что у вас машина как-то быстро не будет ехать в городе, это полбитры, я повторюсь. Гонять у вас не получится. А вот, допустим, ситуация в городе, вам надо быстро, со второстепенной, встроиться в поток, подстроиться под его скорость, и с этим будут проблемы. Я уж не говорю о том, чтобы на трассе обогнать большегруз или туристический автобус, который будет идти от 70 до 90 км в час. Вам, наверное, придется включать третью передачу и выкручивать двигатель-звон до самой отсечки, на 6000, на 5,5. Иначе у вас не получится. Вы включите на 74 передачу, а двигатель у вас еще не будет тянуть. Вы не сможете взять разгон резко. Включите третий, он будет на 3500. И вот с 3500, чтобы не терять разгон, и не получать разрывов потока мощности, вы будете вынуждены крутить его и крутить до самой отсечки. Для двигателя такие выходки не очень хороши. Но, повторюсь, вам это делать придется. Так будет на Крейте, на Каптюре с 1.6, на новой Рено Аркане. Но на Дастере, по большому счету, тоже Аркана больше и тяжелее Дастера на Центнер. Он и с 1.6 едет не очень. Как будет Аркана, можете сами представить. Это основной момент, который будет удерживать от покупки, неудачное сочетание двигателя 1.6 и двигателя 1.3 Турбо. Допустим, двигатель 1.3 Турбо это неизвестная величина. Еще никто не знает, насколько он надежный. Он только-только вошел в строй на Мерседесах А-класса и на Аркане. Вариатор JF-016E, который будет идти с ним в паре. Вообще, он таскает довольно большой, тяжелый Ниссан Тиана. Машину бизнес-класса. Ранее с Тойота Камри и Форт Мондео. И там он беспроблемным не слыдет. Есть определенные проблемы, периодически встречаются. Это при том, что на Тиане он не будет работать с максимум крутящего момента постоянно. Там же атмосферник тоже. А на Аркане будет работать постоянно в максимуме крутящего момента, поскольку двигатель H5H, как и положено турбомотору, выдает максимальный крутящий момент в широком диапазоне оборотов. От 1700 до 4000. Эти 250 Ньютонов равны максимальному дозволенному крутящему моменту для вариатора JF-016E. Сколько вариатор при таких раскладах проживет, это вопрос. Очень большой вопрос. Ну, я думаю, в ближайшее время, в ближайшие год-два этот вопрос разрешится. И тогда станет окончательно понятно. Можно покупать Аркану с таким двигателем 1.3 турбо вместе с вариатором или нельзя? В моем случае, Peugeot 408, все более-менее понятно. Тут все просто. Атмосферник 1.6 в любом случае предпочтителен. Потому что какая-то умная голова из представительства Peugeot решила, что двигатель EP6 Prince Turbo достаточно надежен. Достаточно хорош, чтобы ездить в российских условиях. А это оказалось, мягко говоря, далеко не так. У двигателя проблем очень много. Кто-то с ними мирится, получая взамен замечательную тягу и мощность. Довольно-таки тяжелый 408-й Peuge разгоняется до сотни за 8 секунд. С Prince Turbo. Тоже и Citroën C4. И их владельцы мирятся с тем, что приходится там ТНВД менять, ЦГРМ постоянно. Маслосъемные колпачки периодически еще заниматься раскоксовкой. А кто-то с этим не готов мириться. Я, например, не готов. Поэтому я езжу с базовым атмосферником 1.6 и даже с механикой. Хотя, признаюсь честно, для трассы сочетание слабовато. А в городе нормально. Вот как-то так. Приспособиться, конечно, как-то можно. Но на определенных трассах будут и определенные проблемы. Вот, например, около Иркутска, где трассы идут к Байкалу, они проходят по сильно пересеченной местности. На подъемы в горах нехватка тяги очень даже чувствуется. Ну и дороги сильно извилистые. Как раз очень важно, чтобы был запас мощности и крутящего момента, чтобы не просто обогнать. Просто обогнать можно. Но надо же обогнать быстро и быстро вернуться в свою полосу. Вот для этого запас мощности уже нужен. Поэтому, приводя простой пример. Если вы более или менее часто ездите по трассам, то уж лучше не берите Peugeot 408 или Citroën Z4 или какой-нибудь Kia Cerato с автоматом. Лучше присмотритесь, к примеру, Skoda Rapif. С двигателем 1.4 Turbo и DSG. По ценнику получится примерно так же. Но вы будете быстрым. Вы сможете и быстро ездить, и быстро обгонять, и быстро возвращаться на свою полосу. Это гораздо более важно, чем какой-нибудь там комфорт и мягкие материалы. Вот как-то так. На этом, пожалуй, все. Продолжение следует...